Всем привет! Ну что же, уже совсем скоро возвращаются наши любимые Еврокубки. Раунды плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы обещают быть очень интересными. И вечером, в четверг, 16 февраля, каталонская Барселона сразится с английским Манчестер Юнайтед. Сегодня мы посмотрим, как эту игру спрогнозирует FIFA 23, а в конце я дам свой прогноз на данное противостояние. Я желаю вам приятного просмотра. Мы начинаем. В Испанской Ла Лиге Барселона идет на уверенном первом месте, имея отрыв от Реала аж 11 очков. Команда Хави просто разрывает Испанию. После провальной Лиги Чемпионской кампании, каталонская команда заиграла новыми красками. У Барсы всего одно поражение в сезоне, да и то было от Реала. За 21 игру у команды Хави 56 очков. Команда теряла очки лишь в трех матчах сезона. Ничья с Раев Вальякана, поражение от Реала и ничья с Эспаньолом. На этом все. Напомню, что последний раз Барса брала премьеру три сезона назад. И сейчас, как никогда, прекрасная возможность, чтобы снова взять чемпионство. К тому же, за этот отрезок Барса победила в Суперкубке Испании, а также вышла в полуфинал Испанского кубка, где сыграет с Мадридским Реалом. В последнем туре Ла Лиги Барса 1-0, благодаря голу Педре, победила Вилья Реал. Тем самым, приподняв себе настроение перед матчем Лиги Европы. Теперь, что КСМ гостей, то ВПЛ Манчестер Юнайтед идет вполне неплохо. Команда Тенхага после 23 игр идет на третьем месте, имея 46 очков. У англичан, конечно, все не настолько здорово, как у Барселоны, но тоже вполне неплохо. У Манчестера серия из шести матчей без поражений подряд. Команда на классе побеждает в играх с аутсайдерами, а также выигрывает и у серьезных соперников. Как, например, несколько туров назад Манчестер Сити. К тому же, МЮ вышел в финал английской лиги, где сыграет с Ньюкаслом. А также команда Тенхага вышла в 1-8 кубка Англии, где сразится с Вестхэмом. Также напомню, что на групповой стадии Лиги Европы, Манчестер Юнайтед занял второе место в группе с Реал Соседат, Шерифом и Аммонией, набрав 15 очков. Теперь, что касаемо моего прогноза, то, думаю, нас ожидает игра равных команд. Но все-таки я отдам предпочтение Барселоне. Как по мне, они к этой игре готовы лучше, да и в целом игра будет проходить в Испании. Поэтому мой прогноз победа Барсы со счетом 3-1. Свои прогнозы оставляйте в комментариях. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.